Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Коротко о главных окруженных событиях к этому часу. Реабилитация через спорт в Югре. Модель сопровождения ветеранов специальной военной операции включат технологии адаптивного спорта. Гонки на лыжах за оленями стали гвоздем большого слета оленеводов. В Рускинской снова устроили большой праздник. Воспитание через театр. Нижневартовский стартовал показ специальной программы «Эхо» – большой детский фестиваль. В Югре разрабатывают единую модель сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции. Для этой цели будут использовать возможности и технологии адаптивного спорта. В Югре для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата Центр адаптивных видов спорта предлагает 12 направлений, а его услугами и площадками пользуются более 1400 человек. Речь об этом шла в ходе круглого стола. Участие в котором приняли военнослужащие и спортсмены с инвалидностью, а также губернатор Югры Наталья Комарова. Добавлю, работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас во всей стране разрабатывают комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройство, реабилитации и психологического сопровождения военнослужащих. Моё лично человеческое глубокое убеждение состоит в том, что как бы не была приобретена инвалидность человеку, самое важное – это быть вовлечённым в жизни своей семьи, своего города, своей страны. И спорт даёт колоссальные возможности для этого. В регионе уже на протяжении более 10 лет формируется инклюзивная среда, создаётся инклюзивное общество. Вы все спортсмены знают, и многие жители Югры знают такое, где на самом деле практики в других регионах нет. Протезы, сделанные с использованием космических технологий, уже давно реальность. Такими пользуются атлеты Центра адаптивного спорта Югры. С возможностями самореализации после полученных серьёзных травм познакомили участников СВО. О развитии адаптивного спорта и новых договорённостях расскажет Елизавета Гутовская. В эти дни в Ханты-Мансийске возможности адаптивного спорта оценивают 11 участников специальной военной операции. Это югорчане и гости из других российских регионов Москвы, Московской области, Краснодарского края и других. Сейчас военнослужащие тестируют специальные спортивные протезы, изготовленные российской компанией «Ортокосмос». Вот проходит мастер-класс по горным лыжам и сноуборду. К созданию комплексных реабилитационных программ Наш округ подошёл со всей ответственностью. Югра станет площадкой для тестирования спортивных протезов для разного вида спорта. Югра была, есть и будет ведущим центром развития адаптивного спорта в стране. Я не побоюсь этого слова даже в мире, потому что такие возможности, которые есть у нас, их нужно укреплять, в том числе создавая соответствующие медицинские услуги. И мы рассматриваем этот шаг как один из таких базовых, но в целом мы видим программу реабилитационную гораздо шире. Да, это медицинская составляющая, это предоставление всего комплекса социальных услуг через наши социальные службы. Это, безусловно, спорт, потому что он действительно вдохновляет. Этот протез не для ходьбы, как только что сказал специалист. Этот протез специально для таких мероприятий, сноуборда. На нем я буквально полчаса, наверное, стою. А вообще, повседневно у меня протез другой для ходьбы. А ваши ощущения вот от этого? Ну, как ощущения? Это спортивный. Для меня пока это непривычно. Ну, вот спустился, еще пока не упал. Все ждут, когда я упаду, но я еще пока держусь. Подписанное сегодня соглашение закрепляет взаимные обязательства между Центром адаптивного спорта Югры и компанией «Ортокосмос». Подписанное соглашение, чтобы дать возможность ребятам более свободно заниматься спортом, использовать специальный инвентарь, специальный оборудование, как протезы, специальный для спорта, чтобы это было более доступно для них. В Югре развивают 12 видов адаптивного спорта. Среди них горные лыжи, сноуборд, слэш-хоккей, плавание, пауэрлифтинг. Возможно, сегодня мы познакомились с будущими звездами Паралимпиады. Елизавета Гутовская, Владимир Дадыка, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Вортовчане приняли участие в фестивале «Крымская весна». Праздник, несмотря на пасмурную погоду, собрал на площади нефтяников, школьников и студентов, общественников и предпринимателей, представителей власти и старшее поколение. День воссоединения республики Крым и города Севастополь. Вортовчане гости города отмечали под творческие номера коллектива Центра национальных искусств. Однако на этом культурная программа не завершилась. Во Дворце искусств жителей и гостей города ожидала выставка «Обыкновенный нацизм», где представлены информационные и фотоматериалы, сделанные очевидцами трагических событий на Донбассе и предоставленные главным военно-историческим музеем страны – Музеем Победы. Эта выставка, мне кажется, у любого человека действительно меняет его жизнь на до и после. Потому что то, что там представлены инсталляции, цифры, факты, они не то что воздействуют на тебя как-то там идеологически, они просто дают тебе возможность оценить все, что происходило, происходит, и сделать самостоятельно свои выводы. А на третьем этаже Дворца искусств было гораздо более шумно. Там проходили мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей, сухого армейского душа и маскировочных сетей. Это мероприятие проводится в городе уже второй раз по инициативе общественной организации «Союз отцов Нижневартовска». Результат совместной работы участников мастер-класса отправится в составе гуманитарного груза военнослужащим. Мне кажется, это очень важно, потому что очень важна твоя личная собственная причастность. Не просто ходить с плакатами, говорить какие-то правильные лозунги, а что ты сам сделал для того, чтобы приблизить эту победу. Те площадки, которые организованы здесь, они позволяют всем, от мала до велика, поучаствовать в этой работе и чувствовать, что ты действительно работаешь в одном строю на общую победу. С привычным размахом в Русскинской отпраздновали День оленевода, рыбака и охотника. Национальный праздник в Сургутском районе посетили больше пяти тысяч человек. Традиционно состоялись гонки на оленях упряжках, метание тензиана на хорей, прыжки через нарты, национальная борьба. А еще на событийной площади развернулась ярмарка. Работал технопарк и комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Главными особенностями в этом году стали новый вид соревнований – гонки на лыжах за оленями и обновленная площадь. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, что планируется благоустроить в этом году, чтобы юбилейный 50-й слет стал еще более привлекательным для туристов. Все подробности в нашем сюжете. Вместо беговой трассы – рыхлый снег. Вместо спортивной формы – шуба, кисы и платки. Бег в национальной одежде – испытание для самых стойких женщин. Бегать по лесу для коренных жителей – дело привычное. Наверное, именно опыт помог Наталье Сопочиной обогнать молодых конкуренток. Конечно, молодые же соперники. А мне 40 с лишним, куда я с ними? Им по 20, потом по 18. Я же не знаю, какой год это я делаю. Точно честно сказать, не знаю, сколько лет. Я же всегда так. Почти каждый год. Здесь любые, кто я всегда пела. Любые испытания коренных жителей Севера перекликаются с традиционным образом жизни. Вот, к примеру, прыжки через нарты символизируют препятствия, которые в лесной местности обычно преодолевают оленеводы. Тензян Нахарей демонстрирует умение ловить в лесу рогатых. Быту, можно сказать, постоянно. То есть, когда оленей пригоняешь, тогда постоянно используешь. А на соревнованиях – это раз в год. Поэтому чуть-чуть… И специфика другая немного – попасть туда. А стол стоит, а оленей бегает. Проще все равно оленей ловить, я так думаю. Слет оленеводов, рыбаков и охотников в Рускинской проходит ежегодно. В этом году – в 49-й раз. Правда, в последние несколько лет его проводили не так масштабно. Только спортивные состязания. В этом году национальный праздник вновь организовали с размахом. С концертами, ярмаркой и дискотекой. Это культура у меня, приобщение к местному колориту. Все отлично, все классно. Ой, вообще, такие гонки, конечно, олени бегают. Такая красота. Мы видели артистку очень хорошую нашу, хантейскую. Спотографировались с нее, наплясались, нагулялись. Нам все очень нравится. Мы не раз здесь были. На самом деле, то есть, технически, вот такие моменты, подчеркивающие наш округ, это надо, это необходимо. Просто смотрите. Прям гордость за свой район. Мы вообще отсюда никуда. Сохраняются традиционные колориты, добавляется современная архитектура. В этом году День оленевода, рыбака и охотника состоялся на обновленной площади. Ну, если сюда люди приезжают, надо создавать условия. Ну, это только первый этап, самый начальный. Вот, событийная площадь. Уже традиционное мероприятие слет охотников, рыболовов с Ругутского района. Ну, начали с благоустройства. В этот год вторая очередь. Зона отдыха у воды. То есть, это деревня. Ну, а следующий этап должен стать глэмпинг-парк. Слеты леневодов, рыбаков и охотников в этом году посетили больше пяти тысяч человек. Поболеть за участников соревнований приехали жители из разных уголков Югры и Ямала. Победители в разных видах состязаний получили ценные призы. Снегоходы, моторные лодки, сертификаты. Леана Киемова, Игорь Батищев, телекомпания Югра, Сургутский район. День оленеводов, рыбаков и охотников провели под присмотром специалистов единой дежурной диспетчерской службы Сургутского района. В этнопарке установлено пять камер видеонаблюдения. Систему безопасности установил Ростелеком. Провайдер цифровых услуг в этом году впервые принял участие в национальном празднике. Специалисты компании на ярмарке представили современные гаджеты и провели викторину среди посетителей. На ярмарке мы представляем наши гаджеты. Это, например, детские новые смарт-часы. Там есть даже мессенджер первый детский, кит-грамм называется. Есть Маруся, конечно, наша капсула с голосовым помощником. Умный дом-система. Ну, то есть все, чем можно сегодня поцифровать свое жилище, например. Подходят на самом деле все подряд, и коренные жители в том числе. И спрашивают, как им установить в чуме интернет. Мы проводили викторину. Один из первых победителей как раз у нас ханты, коренной жители. 12 показов спектаклей, два художественных фильма и один анимационный. На также встречи с писателями, театральные лаборатории и мастерские. В игре стартовала специальная программа «Эхо» – большой детский фестиваль. Площадкой праздника искусства для детей и подростков стал Нижневартовск. Открыл цикл событий спектакль Московского губернского театра «Маленький принц», где главную роль исполнил народный артист России и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Ты видишь, я занят серьезным делом. Вот, представляете, как я выступление. Серьезным делом! И говорите, как взрослые! Именно взрослые задумались о воспитании подрастающего поколения через поддержку театра для детей и создали фестиваль, чтобы юные россияне, посмотрев постановки, выбранные детским жюри, смогли приобщиться к большому искусству. Пока мы помогаем детским театрам, все будет хорошо. Поэтому когда-то выступил с инициативой поддержки детских театров, пошло финансирование, с каждым годом оно увеличивалось. Сейчас в Минкульте мы отвечаем как раз за распределение средств по региону. И я в данном случае вхожу в эту комиссию. И потом придумал большой детский фестиваль, как некий отчет на самом деле. В Нижневартовск привезли шесть лучших спектаклей для детей и подростков. Из Воронежа, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Нягани и Москвы. Лауреатов Большого детского фестиваля. А приятным бонусом к программе стали показы двух спектаклей Московского губернского театра. Так я познакомился с маленьким принцем. Театр, кино, литература, изобразительное искусство. Большой детский фестиваль имеет мультижанровую направленность. Но все же на первом месте театральное искусство. В программе мероприятий, помимо показов, запланировано проведение творческих мастер-классов и театральных лабораторий. Тема детских театров волнует всех, в том числе и наверху, безусловно. Потому что дети – это наше будущее. Искусство, с которым знакомятся дети, оно в первую очередь как раз в детских театрах находится. То есть там на самом деле первое знакомство происходит. С театральным, а вообще с искусством. Убежден, что это уникальное мероприятие для не только Нижневартовска, но и для всего региона. И я на примере своих детей считаю, что театр – это универсальное средство для воспитания подрастающего поколения. Нижневартовск стал шестым городом России, куда докатилось эхо Большого детского фестиваля. И это было тщательно подготовленное заранее запланированное событие. Полтора года назад мы подписали соглашение с вашим именно регионом и начали прорабатывать программу. Понятно, принимающая сторона начала тоже понимать, что им нужно, какие спектакли, какие программы, какие педагоги. То есть все это мы прорабатывали, потом мы все это посчитали. Гости по достоинству оценили радушие югорчан. Прохладную погоду северной весны согрел горячий прием. Такой встречи у нас еще не было, потому что везде нас очень радостно принимают. Здесь вчера коллеги из Нижневартовского тюза построили торжественный прием. Прямо вышел весь коллектив, там был символ театра, нам сделали экскурсию. Такого у нас еще не было, честно скажу. То есть тут как бы Югра задала определенную планку по встрече. Проведение программы «Эхо БДФ Югра» финансировалось сразу из нескольких источников. Половину расходов взял на себя регион. Остальные средства поступили от Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Михаил Светышев, Сергей Зайкин. Телерадиокомпания «Югра». Нижневартовск. Участники Северной лиги КВН выступят в окруженной столице. 1 апреля на сцене Центра искусств для древних детей Севера состоится открытие сезона. В этом году участие в лиге примут более 17 команд. В Фантамантийск приедут не только югорские КВНщики, но и участники из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Нефтекамска и Казахстан. Приобрести билеты на выступления можно на сайте автономной некоммерческой организации «Молодежка». Напомню, фестиваль зародился в Югре в 2001 году. Многие КВНщики, пройдя Северную лигу, получили возможность участвовать в телевизионных лигах популярной игры. Дороги, тротуары, дворы и крыши домов чистят от снега в советском районе. В избежание возможных подтоплений снежной массы сотнями кубометров вывозят на специальные полигоны. Например, в городском поселении Таежный уже почистили накатанный снег, расширили дороги. На уборке снега работает несколько единиц техники – самосвалы, фронтальный погрузчик, автогрейдер. Заботятся подрядчики и о комфорте пешеходов. Тротуары посыпают специальным противогололедным составом. Также проводят противопаводковые мероприятия. Традиционно временные места скопления снежных масс формируются, и мы планово их зачищаем. Во вторую очередь, по мере возможности, мы реагируем также на заявки жителей и точечно отрабатываем наиболее сложные районы. Осуществляем по муниципальному контракту вывозка снега, осуществляем вывозку тремя единицами техники – это фронтальный погрузчик, два самосвала. Закончили работы автогрейдером, фронтальным погрузчиком по снижению накатанных масс снега с дорожных покрытий и расширению дорог. На данный контракт зашли в октябре месяце. Работаем по расчистке, обслуживанию в зимний период времени. Высокий уровень профподготовки продемонстрировали пожарные Советского. Они провели плановые учения, отработали совместные действия при тушении медицинского учреждения. Согласно легенде, очаг возгорания возник в одном из служебных помещений психоневрологической больницы. Дым попал в коридоры палаты. Автоматическая сигнализация и система громкого оповещения сработали безупречно. Персонал оперативно провел эвакуацию пациентов. Сделали всю работу и огнеборцы. В учениях были задействованы спецтехника и около 40 человек личного состава. Все задачи выполнены. Учитывая специфику данного объекта, что у нас находятся больные люди, персонал, что трудности при эвакуации могут совсем неадекватно оценить ситуацию дальнейшую. У нас больные люди. Все сделано было правильно с трудниками больницы. Они показали хорошую слаженность в выучку. И не допустили гибели и как пациентов, так и персонала. В Югре наградили победителей и призеров чемпионата и первенства России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В минувшую субботу завершился третий день соревнований. Биатлонисты соревновались в средней гонке у сидячих атлетов протяженность дистанции 7,5 километров, у стоячих 10. По итогам стартов югорские спортсмены завоевали две медали. На дистанции 7,5 километров с четырьмя огневыми рубежами серебро завоевал сургутянин Дмитрий Баталов. Четыре промаха и чуть больше двух минут отставания от лидера гонки. Это уже вторая серебряная медаль югорского спортсмена на этом чемпионате. Еще одну награду в копилку югорчан положил Роман Гамаюнов, завоевавший бронзу первенства России в гонке на 10 километров. Соревнования продолжатся сегодня. Лыжники отправятся на длинную дистанцию в свободном стиле. Ладно, хорошо. Вот, смотри, вас болельщики приветствуют. Молодцы и кричат. Падение на последнем круге выбило Сергея Устюгова из борьбы за золото. В Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Накануне спортсмены разыграли медали в скиатлоне. Это 30-километровая дистанция, где спортсмены сначала идут к классическим стилям, а затем к свободным. Вновь, как и на чемпионских высотах, вперед вырвались Сергей Устюгов и Александр Большунов. Лидеры смогли создать большой отрыв от группы преследователей и между, уже между собой, решали, кто станет обладателем золотой медали. Но судьбу гонки предрешила коварная трасса. На самом крутом повороте Сергей Устюгов споткнулся и упал. Александр Большунов воспользовался осечкой соперника и ускорился. Югорчанин смог сократить отставание до минимума, но навязать борьбу на финише не удалось. В итоге у Сергея Устюгова серебряная медаль. Многие не держали, упал, упусталось и все нормально. Там все настраивали сделать рывок, наверное, в том именно месте, да, и получилось так, что на повороте я упал. Там были большие скорости, Саня там заметил, да если бы даже заметил, какая разница. Выигрывает тот, кто пересекает финише по первому. Это нормально, это гонка, и здесь нет ничего обидного. Он оказался сильнее, я оказался слабее, мне не удержали многие. Это нормально. Тема интересен спорта. Это уже вторая медаль у Сергея Устюгова на чемпионате страны. Ранее Югорчанин выиграл классический спринт. Наш лыжник стал вторым в квалификации, а после не оставил своим соперникам шансов в остальных забегах. В финале Устюгов пошел в отрыв еще в середине дистанции и финишировал с большим преимуществом. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.